В эфире «Финанса.Лайт» на РБК и я, Андрей Коваленко. Сегодня мы поговорим о незаслуженно забытом инструменте инвестирования, об облигациях. Облигация – это консервативный, но очень надежный вид ценных бумаг. О них нам расскажет консультант компании «Финам» Никита Гарамьев. Облигация является долговой ценной бумагой, согласно которой эмитент обязуется выплатить инвестору занятую у него сумму и вернуть проценты в течение определенного времени. Если говорить простыми словами, вы даете в долг компании или государству, а уже они должны вам этот долг вернуть и заплатить проценты за то, что пользовались вашими деньгами. Чаще всего у облигаций есть конкретный срок, рыночная цена и зафиксированный процент. Обычно это от 8 до 12% годовых. В общем, облигация – это как кредит. Только кредит даете вы, а не банк, и проценты получаете, соответственно, тоже вы. Облигация – инвестиция почти безрисковая. Если вы держите ее до конца срока, у вас лишь один риск – то, что компания или государство обанкротится. Если же вы решили продать облигацию, все будет от цены на рынке. Можете заработать даже больше, можете немного потерять, но в любом случае проценты, уже уплаченные, они сохраняются. На текущий момент наблюдается достаточно серьезный прирост облигационного рынка. Люди уходят из банка с их минимальными процентными ставками по вкладам. Связано это с тем, что зачастую они не перекрывают даже половину реальной инфляции. И, соответственно, вкладывают свои капиталы в корпоративные облигации с высокой доходностью и облигацией федерального займа как продукт с гарантированной доходностью. Обусловлено это тем, что реальная доходность по облигациям совместно с индивидуальным инвестиционным счетом начинается от 21%, что практически в три раза превышает любую доходность любого вклада. Только осознанный подход к выбору финансового инструмента, грамотность инвестора и готовность трезво оценивать свои и биржевые риски и правильная плодотворная работа с инвестиционным консультантом приводит к действительно хорошему результату. Никита, спасибо. Это были «Финансы Лайт» на РБК. Я Андрей Коваленко. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова